Виктора Орбана могут исключить из Европейской Народной Партии. Кроме этого, премьеру Венгрии угрожают судами за его политику в отношении беженцев, а также за изменения в законы об образовании. Что еще не нравится Брюсселю в поведении венгерского лидера, узнаем от Елены Абрамович. Терпение лопается. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен исключить из Европейской Народной Партии премьера Венгрии. Членство Виктора Орбана во фракции самой большой и влиятельной политической силы Евросоюза необходимо серьезно обсудить, считает Юнкер. Партийный съезд планируют собрать перед саммитом 29 апреля. Брюссель недоволен поведением Будапешта с мигрантами и новыми антидемократическими законами об образовании. Мы будем активно рассматривать все эти вопросы на заседаниях в апреле. Комиссия также решила, что она подготовит и опубликует свой собственный ответ на инициативу венгерского правительства «Остановим Брюссель». Призыв «Остановить Брюссель» гражданам Венгрии услышали в начале марта. Правительство Орбана разослало всем по домам анкеты с таким заголовком. Людей спрашивали, как они относятся к политике ЕС, которая, по мнению властей, угрожает независимости страны. Дискать, сирийские беженцы едут в более благополучные страны Европы через Венгрию, а руководство ЕС хочет, чтобы они оставались в стране. Орбан взялся строить заборы на границах, селить мигрантов в закрытые лагеря, а Брюссель назвал лицемерным. Последние годы народы вновь восстали против нечестивого союза брюссельских бюрократов, либеральных мировых СМИ и ненасытных международных капиталистов. Международные организации обвинили Будапешт в нарушении обязательств по расселению мигрантов. Брюссель решил рассмотреть это дело детальнее. Может, даже в суд будет с чем пойти. Добавил жару и инцидент с давлением на университет, который финансирует американский филантроп Джордж Сорос. Недавно принятый закон о высшем образовании беспокоит многих людей в академическом сообществе Европы, а также политиков в Европе и за ее пределами. Многие воспринимают это как попытку закрыть Центральноевропейский университет. Из-за возможного закрытия университета в стране не утихают протесты. Венгерские политики считают, что это учебное заведение – фабрика по производству цветных революций. Кстати, сам Сорос – выходец из Венгрии. Парадоксально, но стипендии Сороса в свое время воспользовался и Виктор Орбан для стажировки в Оксфорде. Заядлым демократом он не стал, но научился лавировать между политическими рифами. Будапешт хоть и критикует Брюссель, поддерживает Москву, но всегда добросовестно голосует в поддержку решений Евросоюза, тех же санкций против России. Может поэтому венгерского премьера не спешили исключать из партии. Елена Абрамович, Евгений Каминский, Брюссель. Подробности – Европейское бюро телеканала Интер. Я напомню, именно Виктор Орбан ранее заявлял о необходимости предоставить двойное гражданство и автономию венграм, проживающим в Украине. В нашем медиа эти заявления назвали спекуляцией в пользу России.